ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 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 А зачем? Как ты думаешь? На всякий случай я так думаю На всякий случай Есть, да От кого? Ну от украинцев наверное От украинцев Совершенно верно То есть ожидаете Украинскую армию? Военные они как бы это Я просто сам Военный И Знаю как это все Строится То есть ты сейчас воюешь? Нет, сейчас я не воюю Сейчас я пенсионер А что тебя ранили? Нет А почему ты не воюешь? Потому что я свое служил Когда? Ну 20 лет хватит уже Когда ты ушел в отставку? Ушел в отставку Через 20 лет Когда это было? В каком году ты ушел в отставку? В году три назад А ты точно не помнишь? Не помнишь, да? Три назад года В девятнадцатом какой-то А, понятно Понятно Слушай, а ты сам Кринчанин? Кринчанин? Нет, я приехал сюда В каком году? В семнадцатом В семнадцатом А, недвижимость купил? Да В Евпатории прямо, да? Да Квартира у тебя Квартира у тебя, да? Да Дом А, дом, да Не жалко будет? Не жалко будет Бросать его Бросать его Я не собираюсь это делать Ну, понятно, что ты не собираешься Просто смотри, я тебе расскажу Подожди, эхо, эхо сильное, когда я говорю Поэтому, когда я говорю Я выключаю звук, чтобы свое эхо не слышать А потом тебя включаю, чтобы тебя слушать И я молчу Значит, смотри Я понимаю, что ты не собираешься это делать, но Когда придут вооруженные силы Украины От которых вы выкопали окопы Значит, это вы допускаете, правильно? Ты будешь убегать вместе с Россией Или будешь умирать в Крыму? В Крыму как? Я буду их убивать То есть, не будешь убегать? Не будешь убегать? Нет То есть, умирать будешь? Нет Я их буду убивать Ну, убьют-то тебя Они же нигде ничего путнего ведь не сделали Они же везде умирают И я их буду убивать Нет, ты знаешь Ваших умерло уже больше чем треть миллиона Россиян Если можно А, ну да, Ваших Ты же там, кстати Ты из какого города приехал? Приехал в Крыму Не, ну интересно Из области какой Я понимаю, ты пропагандист Все понятно В какой области ты приехал? В Стархангельской Слушай, просто смотри Сзади меня вот человек Вот Он Он Рассказывает Он воюет сейчас Он воюет сейчас Он рассказывает О том, что все воюют Только жаба Ты сказал, что он мертвый? Нет А я тебя могу включить Нет А я тебя могу включить Сейчас Я включу Я включу Ну Выйди он как мертвый Почти все они воюют за деньги Воевать не хотят Потому что Они знают Не на нас напали Все из-за деньги воюют 90% Я уверен Все воюют И Не воевать Получать свои Хотя бы Как пропагандисты Кто это? Мне 60 лет Что я делал? 60 лет? Не квартире Не дома Сюжет буду жить Но вас то могли убить? Да Я этого хотел Хотя Получили Если так было бы Это была бы Моя мечта Сейчас Подожди Я тебе включу звук Я тебя не слышал Что это время Что еще раз Я тебя выпотрошу Меня? За что? Да Ну Ты сюда придешь Я тебя выпотрошу Я не приду Я не играюсь Бойцом вооруженных сил украинцев Ты просто балопок Да Я знаю Нет Вот смотри Ваши россиян Говорит Что не на нас напали Говорит Не на нас напали И говорит Я бы хотел Чтобы меня убили Чтобы моим детям Чтобы моим детям Достались вот эти вот миллионы Как ты к этому относишься? Как ты прокомментируешь его слова? Никак Я просто в плену Будет говорить каждый То что его заставляют делать Он не в плену А где? Он не в плену А где? Он просто говорит Он просто говорит Говорит Просто говорит? А где он находится? Да Откуда я знаю А вот именно Молодец Он не в плену Приходи ко мне Я тебе покажу Как быть не в плену Придут вооруженные силы Украины Чувак Довольно скоро придут Как ты думаешь Когда ЭП-16 появятся А они появятся через пару месяцев буквально Пару-тройку месяцев В Украине Как ты думаешь Это поменяет ситуацию? А сколько таких как я? Я пенсионер Я не служу Но сколько таких Еще как и я Ты понимаешь Ты понимаешь Когда Хаймарс прилетает Хаймарс прилетает Ему все равно Что у вас там 10 человек Что 100 Он прилетает И вас всех разносят на части Понимаешь? Или же когда Вот этот Тоже с Хаймарса запускается Атакамс Который кассетные разбрасывают Боеприпасы Ему все равно В 10 раз больше Или в 100 раз больше Он кладет вас всех Понимаешь? Не смотри Когда я говорю Я тебя не слышу Я же тебя предупредил Поэтому жди Пока я закончу разговор А потом открывай рот Поэтому сейчас повтори То, что ты сказал Я тебя включаю и звук Таких как ты Балаболов Включил, говори Повтори И ни один из них Не будет воевать А вот Таких как я Их тут много И они будут воевать Когда? А вот такие как ты Когда? Когда ты будешь воевать? Таких ты балаболы Смотри, я же тебе только что сказал Что От того, что ты будешь воевать От этого ничего не изменится Потому что прилетит Хай Марс Или Атакамс И он накрывает вас всех Одновременно У вас там будет 10 или 100 Для него это не имеет значения Поэтому ты хочешь умереть Ты умрешь У меня есть У меня есть У меня есть Пускай сделают А, так сделают Сделают, конечно Смотри У меня есть тебе более Более рациональное предложение Смотри Продавай как можно быстрее Свой дом Я понимаю Сейчас его никто не захочет покупать Но продавай как можно быстрее За любые деньги Хоть за 2 копейки Это лучше, чем ничего И беги В свой Архангельск В Мухосранск Откуда ты приехал И живи там В своем русском Нищем мире Понимаешь? Тебе нечего делать В украинском Крыму Ну еще раз тебе говорю Я когда говорю Я тебя не могу слышать Понимаешь? Ты зря говоришь Одновременно со мной Я же тебя предупредил Чисто из-за эха Я отключаю звук Потому что я слышу свое эхо Понимаешь? Вот Сейчас я включу звук А ты мне Краткое содержание Вот этой второй серии Повтори Давай Включай Поехали Едешь дальше Повтори пожалуйста Посредние пять минут Только корот Пошел на охоту А Вот Это краткое содержание Второй серии Я понимаю Молодец чувак Пусы Вот это более понятно Ты знаешь Потому что то Что ты говорил Нелогичные вещи А когда ты просто Посылаешь От бессилия человека То есть У тебя когда одно место Возгорелось Тогда все по крайней мере С тобой понятно Знаешь? Я понимаю Чувак ты нервничаешь С одной стороны Тебе не хочется терять дом Который ты купил Потому что ты понимаешь Что больше В своей жизни У тебя никогда Нигде Никакого дома не будет Просто даже По финансовым возможностям Вот А с другой стороны Продавать его За низкую цену Потому что сейчас Особо никто не купит Тебе тоже Блин Просто жаба душит И что ты Продашь его за Маленькую сумму Приедет в свой Архангельский Там ничего не купишь Хотя ты знаешь В вашем Блин Где золото Скороет в горах Там 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 Можно Наверное В какой-нибудь деревушке Купишь На стоимость Этого дома Какую-нибудь Покосившуюся Избенку И по крайней мере Самое главное Останешься живой Что ты на это скажешь Говори Я тебе Знаешь что скажу Только без маку Умеешь говорить Да Да Конечно Знаешь что Я ничего не боюсь Ничего здесь не случится Смерти не боишься А то что Я Смерти Точно не боюсь То есть ты готов умереть Конечно Чувак Это твой Знаешь Я тебе пока отключил звук Я говорю Смотри Я понял Это твой выбор Точно так же как и вот у этого перца Это тоже его выбор Он пошел Воюет все за бабки Говорит 90 процентов Людей Воюют только за бабки И я Хотел чтобы меня убили Чтобы моим детям Досталось вот этих вот Сколько там миллионов Дают вам за смерть Понимаешь Потому что они никогда Этих денег не получат Вот такие вот дела Ладно чувак Интересно было С тобой поговорить Я тебе дал ценный совет Ты как хочешь Его рассматривай Хочешь следуй этому совету Не хочешь не следуй Но Так как У тебя нету Инстинкта самосохранения Тебе жизнь даром не нужна Понимаешь Ты А тем более Если денег нет Ну такая нищая жизнь Никчемное существование Твое тебе не нужно Может быть ты знаешь Ну оставайся Ну накроет тебя И И некому будет А тебе всплакнуть Чувак Все А теперь Иди вслед за русским военным Ну а что делать Кстати Насчет Вот этого вот Я честно говоря Не знаю Пленный он или нет Надо мне еще раз Пересмотреть Я не знаю Но Вы знаете Кстати В плену Даже если он плен Да Даже если он в плену Я не уверен Что вот такое вот Так откровенно будут люди на камеру говорить Потому что Вспомните сколько у Интервью У Золкина Там и так далее И они Такое Крайне редко говорят Ну нет Мы все воюем За бабки Там и так далее Никто не заставляет тебя Такое говорить Хочешь Высказать Выскажи Не хочешь Ну ты есть плен Так Украине с пленами Обращаются Согласно Правилам Женевской Конвенции Сытых Толеных Хорошо кормят Лечат И меняют Потом На Украинских Воинов Которые В большом количестве Случаев Там вообще Как из концлагеря Будто их вообще Просто обморили голодом Все это время Так что Я думаю Что это даже Не так важно Ленны они или нет Такие дела